6 июня 1944 года. На участке побережья Франции протяженностью около 80 километров союзные войска США, Великобритании, Канады и других стран начали морскую десантную операцию под кодовым названием «Нептун». Более 150 тысяч солдат при поддержке авиации и флота сделали первый шаг к освобождению Франции от войск гитлеровской коалиции. В мировую историю это событие вошло как «высадка в Нормандии» или «День Дэ». Всем привет, с вами Роман, вы на канале GeekMedia, а это обзор настольной игры «Неустрашимая Нормандия» от издательства Gaga. Сама игра представляет из себя тактический варгейм для двух игроков, посвященный небольшому периоду действий одного из взводов 30-й пехотной дивизии США. Один из участников будет играть за войска Германии, а второй как раз за озвученный взвод армии США. Но не бойтесь словосочетания «тактический варгейм». Игра не отпугнет вас сложным сводом правил или погоней за детальной исторической достоверностью. Авторам игры, Дэвиду Томпсону и Тревору Бенджамину, изначально хотелось заложить в свое детище простоту входа для неискушенных игроков, но при этом сохранить ощущение, что вы командуете взводом пехоты на поле боя. Кстати, данные авторы могут быть вам известны по таким играм, как «Сундук войны» или «Дом Павлова». На протяжении 12 сценариев, которые объединены одну в компанию, вы поучаствуете в первом бою взвода после высадки, узнаете, каково это идти в атаку на пулеметное гнездо или форсировать водную преграду. Сразу хочу отметить, что сценария с высадкой в день Дэ в игре нет. 30-я дивизия оказалась на берегу Нормандии чуть позже 10 июня, через 4 дня после начала операции «Нептун». Несмотря на наличие компании, сценарий можно играть в любом порядке. Влияния произошедших игровых событий на будущие партии нет. Но, безусловно, интереснее проходить игру будет последовательно, соблюдая историческую хронологию. Основной игровой механикой в «Неустрашимых» является колодострой. По ходу партии вы будете набирать в свою колоду карты взвода, разыгрывая которые, сможете отдавать приказы членам своего отряда на поле боя. Для каждого сценария оно будет составляться по-новому из двухсторонних тайлов местности, входящих в комплект игры. Давайте же посмотрим, как играть в «Неустрашимые» Нормандии. Внутри коробки с игрой вы найдете две небольшие книжки — «Книгу правил» и «Книгу сценариев». Книга правил познакомит вас с некоторыми историческими фактами и научит игровому процессу. Вторая книга также содержит историческую справку, расскажет про подготовку к сценариям и укажет, каких целей надо достичь, чтобы одержать победу в игре. В качестве примера на нашем игровом столе разложен первый сценарий игры, который называется «Лорэ». Поле боя составляется из тайлов местности и жетонов на нем, в соответствии с рисунком в книге. Табличка на соседней страничке укажет, из каких карт будет собрана ваша игровая колода, а какие необходимо выложить для персональных рынков игроков. Жетон инициативы выдается в стороне, указанной в сценарии, и вам остается только ознакомиться с целями, которые принесут победу. Например, в «Лорэ» игрок, набравший пять очков за контроль ключевых точек на карте, объявляется победителем. Данные очки указаны вот на таких флажках, которые также обозначают, какие тайлы на поле являются ключевыми точками. Игровой процесс состоит из серии раундов, которые продолжаются, пока один из игроков не выполнит условия победы. В этом случае игра сразу же заканчивается. Сам игровой раунд состоит из трех фаз. Взять четыре карты в руку, определить инициативу на текущий раунд и разыграть все карты с руки. В начале раунда игроки берут в руку по четыре карты из своей игровой колоды. Если карт в колоде недостаточно, то перемешивается колода сброса и формируется новая игровая колода. Далее каждый игрок выбирает одну из своих карт в руке и выкладывает перед собой рубашкой вверх. Когда оба игрока готовы, карты вскрываются, и на них смотрится значение инициативы, которое указано в левом верхнем углу. Игрок, у которого это значение больше, оставляет себе жетон инициативы. В случае равенства значений жетон остается у нынешнего владельца. Карты, использованные для определения инициативы, отправляются в личные сбросы игроков. Участник с уже озвученным жетоном инициативы ходит первым. Он поочередно разыгрывает перед собой оставшиеся карты. Либо выполняя одно из действий на них, либо отправляя выложенную карту обратно на свой рынок. Данные действия необходимы, чтобы повысить вероятность прихода в руку других карт из игровой колоды. От карт Тумана войны избавиться подобным образом нельзя. Они олицетворяют собой трудности и невзгоды бойцов на поле боя. Поэтому на этих картах такая низкая инициатива, и они не дают никаких действий вашим бойцам. Разыгрывая такие карты в третью фазу, вы сможете только отправить Туман в свой сброс в конце входа, как и остальные карты, действия которых вы выполнили. После перемещения разыгранных карт в сброс, вы передаете ход сопернику, который выполняет все то же самое. По завершении его хода начинается новый раунд. Игроки набирают карты, определяют инициативу и снова разыгрывают карты с рук. Так продолжается, пока не будет выполнена цель сценария. Давайте теперь посмотрим некоторые карты и действия, которые вы встретите в игре. Командир взвода. Обладает самой большой инициативой в игре, равной 9. Позволяет получать любые карты с рынка, перемещая их в сброс игрока. Или добирать карту в руку из вашей игровой колоды, разыгрывая полученных бойцов в этот же ход. Карты разведчиков в игре принадлежат трем отделениям. А, Б и В. Разыгрывая такую карту, вы сможете управлять жетоном конкретного указанного отделения разведчика. Например, переместиться по тайлам территории, выкладывая жетоны разведки, чтобы и другие ваши бойцы могли совершать перемещение по ним. Атаковать врага, бросив указанное количество кубиков, в данном случае один. Выпавшее значение необходимо сравнить с защитой атакуемого отделения. Если оно больше или равно, то противник убирает из игры одну карту этого отделения сначала с руки, если там ее нет, то из стопки сброса, а в конце ищется в игровой колоде. Если таких карт у него больше не остается, то с поля убирается жетон отделения. Защита складывается из суммы значений, указанных на жетоне, тайли местности и расстояния между атакующим и защищающимся. Следующее действие — это провести наблюдение, убрав из игры одну карту тумана войны с руки и добрав в руку одну карту из игровой колоды. А также действие маскировки, которое позволит добавить сброс оппонента одну карту тумана из его рынка. Стрелки. Как разведчики, принадлежат к трем разным отделениям. Могут перемещаться по уже разведанным тайлам, атаковать врагов и проводить захват территории, переворачивая жетончик разведки на тайле, где находится, если там нет жетонов войск противника. Только этот тип бойцов поможет вам в выполнении задачи по захвату ключевых точек. Командиры отделений. Дают карты с рынка, но только бойцов отделения этого командира. Или позволяют повторно сыграть уже разыгранную карту, если буква на ней совпадает с буквой на командире. В зависимости от сценария, вам встретятся пулеметчики, снайперы, заместитель командира взвода и даже миномет. Выполняя действия всех этих карт, вы будете занимать господствующие высоты, выполнять обманные маневры или просто идти в лобовую атаку, воссоздавая на игровом столе некоторые из многочисленных небольших столкновений Второй мировой войны. Неустрашимые приветливо встретят вас несложными понятными правилами, игровыми партиями в районе 30-60 минут и позволят немного познакомиться с миром военных варгеймов, позволяя понять, а может ли быть вам интересен подобный жанр игр. Нормандия дает некоторые просторы для тактических решений и уловок, а 12 сценариев с отличающимися картами и условиями дают достаточную реиграбельность, чтобы пройти представленную кампанию. Помимо желающих познакомиться с чем-то новым и любителей несложных варгеймов, неустрашимые могут быть интересны тем, кто любит колодостроительные игры. Несмотря на то, что карты противников в игре абсолютно симметричны и отличаются только артом, сама механика колодостроя в игре отлично представлена, имея знакомые и любимые ценителями элементы. Добор карт, управление колодой, персональный рынок и все это в тематике Второй мировой войны с прямой визуализацией ваших действий на поле перед вами. Также хочу обратить ваше внимание на один важный аспект в игре. Если вы из тех игроков, которые не приемлют элемент случайности в играх, то знайте, он тут есть. Вся боевка в игре построена на бросках кубиков и нет никаких игровых элементов, позволяющих как-то влиять на выпавший результат. Вы можете долго и упорно пытаться попасть в засевшего стрелка, в то время как он раз за разом будет лишать вас очередной заветной карты в колоде. Лично по моему мнению элемент случайности в играх нельзя рассматривать как ее отрицательную черту. Просто есть люди, для которых важен холодный расчет, без фактора неожиданности свыше. А есть те, кто любит нежно или зло поговорить с камнем, зажатым в кулаке, прося о нужном результате. А после броска прочувствовать азарт и волнение, когда он катится по столу. Кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к башням для бросков кубиков. Я, например, ими не пользуюсь принципиально, несмотря на заманчивую красоту многих. На прощание хочу пожелать вам достойных соперников на полях сражений Нормандии. А с вами был Роман, вы смотрели канал Geek Media. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если нравится то, что мы делаем. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok